В Аксайском районе Ростовской области Российской Федерации несколько тысяч владельцев торговых павильонов протестуют против закрытия сразу нескольких крупных рынков. Причины закрытия силовики называют незаконно приватизированную под этими рынками землю. Но, по мнению самих предпринимателей, речь идет о фактическом захвате торговых участков после ареста их основных владельцев. Утром 27 апреля четыре ростовских рынка «Алмаз Классик Атлант» и «Овощной», принадлежащий крупному донскому предпринимателю, главе азербайджанской диаспоры в Ростовской области Кариму Бабаеву, были перекрыты во время спецоперации донских силовиков. В масштабном рейде участвовало по разным оценкам от 3500 до 5000 бойцов МВД, Росгвардии и ФСБ. По сообщениям СМИ, силовики искали на территории рынков притоны для занятий проституцией и горные заведения, а также точки реализации контрафактного алкоголя и табака. По итогам рейда полиция задержала более 500 человек, однако большинство вскоре отпустили. По данным ТАСС, полицейские составили около 120 административных протоколов, в основном о нелегальном пребывании в России. Мигрантов из соседних республик, уличенных в этом, должны депортировать на родину в начале мая. Проводимые силовиками мероприятия связаны с недавно возбужденным уголовным делом в отношении главы администрации Оксайского района Виталия Борзенко, которого подозревают в участии в преступном сообществе, организованном 20 лет назад Каримом Бабаевым. Утром 12 апреля в одном из санаториев Кисловодска сотрудники ФСБ задержали Виталия Борзенко. Уголовное дело возбуждено по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 210. Организация преступного сообщества или участие в нем. Статья 159. Мошенничество. Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. И статья 174.1. Отмывание денег. Спустя сутки задержали троих его предполагаемых соучастников. Директора Оксайского рынка и родственника с чиновника Ивана Седько, предпринимателей Вадима и Эдуарда Бабаевых. Отец двух последних задержанных Карим Бабаев подался в бега. Он сбежал в Азербайджан, где у него много влиятельных родственников, в том числе бизнесменов, активно работающих на территории России. По версии следствия, руководимая Бабаевым группа незаконно завладела шестью земельными участками из фонда перераспределения Оксайского района, после чего на этих территориях организовали бизнес. По оценке следователей, ущерб государству превышает 600 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова